поговорим о здоровом питании с диетологом илон очка расскажите пожалуйста в каком формате вы общаетесь со своими клиентами у нас правдит у кожного уже индивидуальный подход можно сказать я 24 на 7 с клиентом відповидаю на будь-якое его запитание клиент мне отправляет каждый свой прием визжу я корректую подказую где клиенту зручнейше как ему смачнейше згідно графику бывают випадки коли клиент разом з мною по телефону ходить в супермаркет тому що зараз насправді дуже складно обрати якісні продукти навіть с хорошим ну вот дуже мало продуктів с хорошим складом наче на поличках мільйон варіантів вибору очі розбігаються но насправді коли я почала це детально вивчати насправді ні а с какими вообще обычно проблемами вы сталкиваетесь вот общаясь клиентами все время по телефону на соцсетях ну по-перше зараз насправді дуже зайняті люди дуже тобто всі спешать всі кудись спешать робота робота на відпочинок елементарно не вистачає часу на те щоб на харчування це правда тому да таке спілкування можливо когось затрудняє але все таки я стараюсь якось якось підійти до кожного клієнта якби вам зручніше може в кінці дня відправляйте звіти можливо там наберіть вона і ми все обговоримо як там згідно графіку які ще проблеми ну люди насправді не вміють пити водичку і їсти овочі це правда от навіть фрукти це інша вже проблема зараз до неї дійдемо а ну от не вміють і це в мене можна сказати така ціль от по-перше навчити їсти овочі і пити воду катастрофічно не допивають води тобто чай кава це не вода вода повинна бути вода це вода всі інші напої не вода тому що це найперше далі ще така трудність зараз ти справді все в тренді з сторони слава богу а з іншої сторони люди вже настільки обізнані цим всім такий навал де інформації що ну багато хто навіть зі мною спорачається а той говорить так а той дієтолог говорить так лікар той говорить так ну насправді я все все одно детально пояснюю чому ми повинні саме так робити саме стільки водички пити також дуже багато обмежень от да от сприймають ну я подаю якби клієнтам харчування от збалансоване харчування як спосіб життя це найкраще короткотермінова дієта коли ви от позаймалися студли а потім ми знову от закінчується наприклад абонемент в спортзалі і людина далі не знає куди йти і що робити куди йти і що робити не знає от тому я от стараюся вчити раз і назавжди кожну деталь пояснювати от багато обмежень от хіба можна їсти фрукти а фрукти після чотирьох не можна такий теж популярний міф а якщо я буду їсти все що купала до трьох годин до трьох годин дня а після того просто повечерю з салатиком ну тобто ну це ж якби абсурд ну це ж все не згорає просто так там до трьох годин якби діло в калоріях тому от дуже багато інформації в людей і їм важко сприймати що насправді все легше на розграничить правду виймуся от це все а скільки ж водички нужно піти лоночка ну насправді є такий факт науково доведений що людина в 80 кг без сильних фізичних навантажень тобто офісний працівник навіть без спорту за день просто так ми нічого не роблять чи втрачаємо 2,5 литра через це правда а якщо ще спорт треба друзями а якщо ще клімат жаркий літа тому 2,5 литра це точно повинно бути в кожному це просто як поповнення запасів які ми втратили а ми ж всі складаємося з води все омувається водичкою очищається від токсинів від цього всього від бруду а якщо ми хочемо плюс трошки оздоровитися хочемо скинути ще плюс лишню вагу треба збільшувати ще навіть збільшувати це не страшна цифра для когось страшна 3,5 литра ну це можливо я вам справді говорю тому що постепенно просто нужно у себе приучати а есть какие-то лайфхаки как приучить там некоторые стаканчики ставять у себя по квартире ну перше зараз все завантажують программи спеціальні які нагадують про вот зараз вам пора выпити води як я вчилася ну я по всіх кімнатах розставляла плюшки з водою біля себе це можливо це просто справді забувається Ілона, а що ви думаєте по поводу інтервального голодання? т.е. там, де можна вкушати все, але робити великі перериви не, ну насправді інтервальне це не про кушать все, це про їсти, щоб останній прийом їжі був ну скажем так 5-6 вечора а наступний прийом їжі це аж сніданок 9-10 утра так, основна причина це будуть різкі стрибки в глюкозу в крові ну а що таке різкі регулярні стрибки це діабет ну, другого типу, першого навряд чи, але все одно це якби проблема тому регулярно я би, ну знову ж таки, я знову ж проти всіх дієт і ця дієта також не є здоровою от, їсти там за 3-4 години до сну ідеально так, тобто сім, ну пів-восьми, якщо вісім, то більш легко черги зробити тоді на сніданок не буде там плюса, не буде ніяких намбриків ну і що так, коли сильно пізною сиш, все таки, все таки так все таки на наступний день, от є якісь там або набрики того, щоб ближче до сну організм вже сповільнюється обмін речовин організм бунтується до сну, тому так але такий довгий між прийомами робити не варто і последній питання, основні моменти здорового питання а ми запоминаємо так, значить перше, вода, пийти рівномірно цілий день рівномірно, два з половиною, мінімум хочемо оздоровитись, схуднути, три і більше друге, вчиться їсти овочі на обід, хоча би зробіть звичку на обід і вечерю в якості гарніру, як мінімум по 200 грамм овочів це як мінімум, ну буде ідеально третє, достатня кількість білка в раціоні це така основа основ, от просто завжди коли там дієта зразу всі думають, що треба сідати на каші і селати ні, коли ви будете сидіти на одних кашах по-перше, білок це наше все, кожна клітинка наша це білок ми складаємось з білка, наша шкіра це колеген, колеген це білок тому якщо буде достатня кількість білка, наприклад, з великої ваги худна людина, є ризик, що вона буде худнути некрасиво буде не худнути і підтягуватися, а худнути і обвисати тобто це і жіночне здоров'я, тобто всі-всі-всі гормони це білка Три посталата – п'єм, кушаєм овощи і кушаєм білок Спасибо большое, Воначка Класс, спасибо Слав, що тебе вдохновляє? Чем ти вдохновляєшся? Первое, чим я вдохновляюся більше всего – це, наверное, результаты Результаты наших людей Тому що ж кажу, що немає сильній мотивации, чим іскенні глаза, іскеннія благодарності Ну, це більше всього Вторая мотивация – це то, що я несу дуже більшу пользу за собою І третья, скажімо так, мотивация, що мене дуже сильно мотивує Це все-таки те, що я не проживаю життя зря Що я делаю какой-то серьезний вклад в человечество І це греє душу, тому що ти причастен к большой-більшій такой пользі І це польза екологична, в першу чергу Скажіть, пожалуйста, Сергій, що вам більше всего нравится в роботі с людьми, в спорте? Більше всего нравится в роботі с людьми, давати їм результат Тому що, коли вони пишуть тебе відповіді «Привіт, у мене сьогодні минус 700» Це тебе просто разрывають на куски І тебе хочеться ще більше допомагати їм Класно А скажіть, ви як нибудь обращаєте внимание на те, як меняється життя ваших клиентів В процесі занятий спортом, похудений? Вони менше всього жалуються на боли в спині Вони більше становятся активними Вмер, ходять, ходять, а потім вижу Ух ты, у них вже новая одежда кожну неделю Вместо того, щоб вдома сидеть По выходным, вони вже ходять по паркам Тому що я кажу, що тебе потрібно повышати свою активність Інакше не потрібно розраховувати на один спорт Нужно ще й досуг робити таким Щоб все було спосудово тому, що ти тратиш енергию, а не накаплюєш А ваша життя вообще змінилася? Конечно! Благодаря спорту моя життя поменялась на 300% Я стал активній раз в десять У мене настал круг общения шире І я понял, що це атмосфера Благодаря которой я можу реализовувати потенціалу То есть нигде еще в мире я не видел себя так Чтоб меня перло каждый раз Ізучати щось новое, новое, новое Работая по два часа в день І не уставая Сереж, скажите, пожалуйста, Как держать себя в красивой форме? Чтоб быть в классной форме Нужно найти специалистов, Который уже этой формой обладает Это раз Второе, доверять ему Чтоб не було, що він говорить одно Ты думаешь, да, но по факту не делаешь Типа ла-ла-ла Третье, это должно стать стилем жизни Так, что ты месяц занимался, ты красавчик В супер форме Потом хоп Закинул Ты опять кусок мяса толстый А если ты доверяешь тому человеку Он в своей форме всегда в классной Ты ему доверяешь, ты будешь в классной форме Потому что ты будешь видеть его Ты будешь доверять ему Ты будешь выполнять его план Все Класс Спасибо большое Спасибо Слушай, ну ты окружен столькими людьми У тебя столько разных проектов Люди окружают тебя совершенно разные Совершенно разного уровня сознания Настроение И есть, конечно, люди в плюсе От которых ты горишь От которых ты заряжаешься Но гораздо большее количество Как я думаю, да? Человек сталкивается с людьми Которые хотят от тебя подпитаться Потому что ты же, по сути, такой вот огонь И как ты разграничиваешь свое отношение Общение с такими людьми, которые тебя высасывают Как ты с этим справишься? Ну смотри Прежде всего я бы, наверное, разделил этих людей На две категории Одна категория, которая, например, с которой ты работаешь А вторая категория, которая тебя окружает Просто как окружение, да? Вот По поводу окружения Расскажу одну историю Я когда-то курил В возрасте там 19-18-20 лет Ну где-то вот так вот Я не помню точно, да Но покуривал Научили меня в учебном заведении Где учился Это не я, меня научили Да, да, да Вот Но суть в чем была Я прекрасно себя понимал Ну, во-первых, я себя стал плохо чувствовать У меня кровь с носом начала постоянно идти И это хорошо, что мой организм так быстро среагировал на это все дело Что я еще тогда поставил стоп на это Вот Я понимал, что в принципе, ну У меня еще такая мысль не покидала мою голову Думаю, блин, ну что же я делаю? Я, получается, плачу деньги за то, чтобы мне засоряли мой организм Ну как бы И, ну Короче, никакого плюса вообще от этого нет Это просто плохая привычка Ну, которая не конструктивная точно Она деструктивная со всех сторон, с которых только не посмотри Ну да Вот И вплоть до того Я когда принимаю решение, я его принимаю очень жестко иногда Вот Но я его принимаю основательно Если я точно знаю, что это мне надо Чтобы ты понимала, я перестал общаться со всеми людьми, которые курят Это очень жестко Да, это достаточно жестко Да И Ты знаешь, я ни разу об этом не пожалел Ни разу Это показатель Да Это то же самое, вот Как Вот Порыв Удачных людей Да, успешных людей И неудачников Неудачники окружают себя такими же людьми, которые ноют Которые говорят, что мы ничего не можем Рассказывают целый день о каких-то своих проблемах А там Парень козел Родители Там что-то там непонятки Все окружение на работе Все козлы Все козлы Все козлы И в итоге его такие же козлы окружают Ну Если же человек Ну, потому что человек сам их притянул в свою жизнь Вот И я же говорю, что я, например, когда я решаю, что Вот это Мне нужно вот это окружение Я себе там Либо в голове Либо на листочке Оцифровываю Кто под это окружение подходит А кто не подходит Кто не подходит Я их просто вычеркиваю в своей жизни Вот Это очень жестко И иногда люди очень сильно путают Типа с таким, что Как же Что тебе получается Корыстный получается Ну, то есть такого плана И прям такие заявки Иногда летят в мою сторону Я говорю Ребят, я не корыстный Я просто У меня жизнь только одна На самом деле И мне Второго шанса никто не даст Поэтому Я выбираю Общаться с теми людьми Которые Ну Позитивно влияют на мою жизнь Почему я должен тратить Своё время на кого-то Кто только деструктив принесёт в мою жизнь Она у меня одна Её никто не вернёт Второго шанса не будет Поэтому блин Я не буду тратить свое время На тех кто Несёт за собой только деструктив Вот Это что касается окружения Поэтому И по поводу тоже Удачных неудачных людей Я же говорю Я тоже примерно так же Удачных неудачных так жёстенько Да Успешных неуспешных Успешных неуспешных Потому что Удача это такое слово очень абстрактная и она усы успех приходит тогда когда ты уже набил все шишки где только возможно ты уже я просто нету возможности сделать неправильно ну бывает такое что там выстрелила но опять же таки все равно есть где-то за этим опыт если не твой то чей-то ну то есть по-другому не бывает просто так сразу я не слышал таких успешных прям стартапов и так далее даже генри ford после 40 лет первый первый свой двигатель собрал до этого до этого момента набивал только шишки до всех великих людей конечно будет состоит из кучи пока да я же говорю что люди говорят вот сейчас там бизнес сделаю там все пойдет ни хрена не пойдет будешь бить шишки будешь бить шишки не один год пока действительно нет раб не наберешься не наберешься нужного опыта между повезет если ты возьмешь человека уже с опытом который сможет тебе донести что-то но если нет то по-любому даже если ты возьмешь кого-то с опытом все равно видение твое оно только у тебя вот и не бывает лучше маркетолога чем ты сам чем собственник компании только собственник видит как и куда двигаться ну в общем-то по окружению я же говорю что достаточно вот так вот жестко поступаю по работе тоже могу сказать что на самом деле вот подымалась недавно тема по поводу не в инстаграме знали вопрос stories почему я так много поменял там ребят своей команде да вот какой-то костяк остается какой-то меняется я тоже людям свободно и открыто всегда говорю что но не это смысла тратить на тех людей которые не хотят развиваться но нету смысла я хочу себя окружать теми людьми на которых я могу опереться ну и которые могут на меня опереться я всегда хочу построить в команде такой моральный эмоциональный фон чтобы люди могли друг на друга положиться и чтобы не было там за углами что тот какой-то там не такой а вот тут вот такой ну потому что ну если мы что-то вместе делаем там и одна большая семья мы не можем просто так друг на друга жаловаться то есть мы можем если на что-то не устраивает мы можем друг другу помочь показать на его там сильные слабые стороны но пытаться развиваться меня тоже там спросили если у вас любимчики в команде я говорю ну в принципе ну любимчиков как таковых нету потому что я всем ставлю равные условия это это как вопрос с любовью да там 20 лет мы головой не думаем после 30 мы уже четко рассуждаем даже если там какая-то есть симпатия то ты сначала думаешь головой а стоит ли здесь тоже самое как бы даешь полностью всем одинаково равные условия потому что люди могут раскрываться по-разному у меня было много таких историй когда приходили совсем невзрачные ребята вот и я себе сижу на собеседование думаю блин не они думают что-то блин беда какая-то ну думаю ладно попробую вот попробую и люди настолько раскрывали что я просто потом был восторге думаю блин ну насколько может быть внешности вот эти вот первый раз человек пришел перенервничал или еще что-то насколько может быть обманчивым вот но как правило те которые приходят и расскажут что они такие раз такие это и все я это вот что у меня иногда впечатление хочется сказать наверное не потяну наверное не потяну настолько ты супер профессионал вот что наверное иди куда-то дальше единственно это работающий да ну потому что я же говорю по своему опыту могу сказать что такие люди тоже как правило очень ну зачастую деструктивные всегда конечно все очень индивидуально вот зачастую деструктивные и когда строишь команду нужно не только там просто хороших людей находить не только просто профессионалов а нужно еще находить хороших игроков в команде потому что ну только игра команды может сделать результат если каждый по-своему там будет считать что я вот такой вот пуп земли я там сам могу но такого не будет только командой ну как бы это не звучало но не сможешь ты сделать тех результатов который сможет сделать который ты можешь сделать вместе с когда с командой с коллективом для начала у нас есть фитнес-тестирование люди приходят на фитнес-тестирование и на самом фитнес-тестирование когда мы проходим перечень наших упражнений я понимаю как правильно работать с человеком какие нагрузки можно давать таких ему еще далеко грубо говоря вот и к чему иду опять же очень главное особенности организма уточнить человека чтобы понимать как правильно с ним работать какие упражнения можно ему давать какие лучше не давать каких лучше уйти в моей работе на на самом деле мне нравится мне все потому что мне нравится общаться с людьми всегда какие-то новые люди новые эмоции вот опять же мне очень нравится что в данной компании мы делаем из людей просто бусинок так скажем да но мы даем результат и когда ты смотришь на этот результат когда ты видишь что человек преображается тебе самому очень радостно за человека и ты радуешься вместе с ним поэтому мне это очень нравится и я могу с уверенностью просто-напросто оговаривать это с человеком и с уверенностью давать ему стопроцентный шанс что он придет к своей цели чтобы он не боялся потому что я работал до этого в разных других клубах не буду их наживать и там грубо говоря хотели от людей только денег то есть человек заплатил и все делай что хочешь и мне это не нравилось потому что как бы хочется дать результат человеку хочется раскрыть его и показать его потенциал вот поэтому я работаю в данной компании мне очень нравится сама концепция это круто конечно есть какие-нибудь истории примеры как вот у людей прям знаешь меняется жизнь с процессом преображения на самом деле таких примеров море за время которое только здесь работы уже девочек 5 только с нашего клуба вышли замуж да да поэтому вот поэтому примеров куча реально люди меняются люди находят себя люди менее раскрепощаются так скажем и ведут себя более открыто и в зале и за его пределами поэтому это хорошо и круто я считаю то есть люди приходят моя спортом занимаюсь с самого детства то есть даже сейчас моя девушка с которой общаюсь пришла ко мне когда-то на первую тренировку со своей мамой по сей день мы вместе пока поэтому со спортом немного чего связано вот и вся жизнь как бы идет со спортом это ну есть одна методика очень круто она находится у нас скульпторе тела поэтому я посоветовал прийти к нам и мы научим как правильно это делать спасибо уже настолько уже всего достиг и за такой короткий промежуток твоей жизни сколько всего еще впереди какие планы чтобы ты еще глобально хотел изменить улучшить конечно вот эти проекты которые есть хочется масштабировать их конкретно ну полностью по всему миру но есть такая еще штука которую я хотел бы внедрить желательно конечно на мировом уровне но хотя бы первая цель стоит у нас стране это сделать вот я считаю что 90 но не считаю но реально вот мы сейчас все посмотрим 90 процентов информации которые дают школе мы ее не запоминаем это первый момент а второй момент то что эта информация нам никаким образом не помогает жить строить отношения ну и вообще как-то дальше никакого плана куда как двигаться чем заниматься то есть и хотелось бы в нашу систему образования включить три таких кита я их называю первый кит это кит о здоровье то есть дети должны в первую очередь обучаться правильному питанию потому что это залог того что их организм будет работать долго и будущее жизнь до долго и качественно служить то есть первое это про здоровье это про здоровый образ жизни про спорт пропитание то есть круто это костяки такие самые сильные потому что нам говорили что самое важное в школе это математика либо еще что-то там но оказалось что физкультура самое важно вот потому что но если у тебя нет здоровья то извините все остальное не важно не знакомым ты потом не друзьям не родственникам ты потом не нужен ты встаешь рано или поздно обуза если у тебя что-то не так со здоровьем поэтому первое на что нужно акцентировать внимание это здоровье второй момент это такая самая большая боль и моя в том числе да и наших всех людей это построение отношений коммуникации мы не умеем строить отношения мы не умеем коммуницировать друг другом мы не умеем договариваться посмотрите на количество разводов 90 процентов пар разводятся в первый год да а все почему потому что люди не умеют договариваться кто-то что-то просят их него не слышат либо на буду короче мы не умеем коммуницировать друг другом мы не умеем слышать и мы не умеем строить отношения с горит второй момент это коммуникация потому что коммуникация это вообще залог всего что у тебя будет дальше это залог того с каким окружением ты познакомишься если ты будешь замкнут не сможешь показать свою точку зрения не можешь учиться договариваться ну ты никому не будешь интересен потому что ты не сможешь даже донести свою пользу какая бы у тебя это польза не было поэтому второй момент это сам но одно из самых важных это коммуникация что мы перетаскиваем опыт например в семейных отношениях мы перетаскиваем опыт вот каких-то своих знакомых от своих родителей мы строим какую-то модель семьи и эта модель как раз таки в 90 процентов случаев может даже в больше она неправильная и мы сами набиваем потом шишки и мы сами потом ищем что для нас правильные те же шишки что и родители да у нас никто не учит я же говорю мы ну нас пытаются учить на не факт что это правильно потому что у всех своя колокольня да и я же у нас все у всех очень разное понимание и третий момент третий кит на который я бы еще хотел поставить очень большую ставку это финансовая грамотность мы идем после учебы на какую-то работу и очень часто люди попадают в такое окно что они там получили деньги они умеют ими распоряжаться они не умеют строить будущее они не умеют строить планы и я и своим ребятам тоже в командах да в работе тоже всегда расскажу что ребята ну хоть чуть-чуть у вас должна быть финансовая грамотность потому что мы все знаем таких людей которые получили зарплату а завтра денег уже нет и они выживают на те копейки которые у них остались до после этого всего они просто выживают а все почему потому что нету финансовой грамотности нету понимания как пользоваться деньгами и самое страшное то что нас приучили к тому что это страшно брать ответственность за деньги и люди боятся на подсознательном уровне взять ответственность вообще на себя за 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 свою жизнь как минимум и за свои деньги ну то есть поэтому вот три кита таких это здоровье коммуникация и финансовая грамотность и как бы то это все внедрял ну первую очередь в систему образования в школу то есть изначально первого класса нам на государственном уровне на государственном у нас первого класса нам нужно учиться если у меня не удастся потому что у нас очень сложно что-либо донести в этой стране к сожалению если не удастся донести это свыше значит я пойду другим путем я буду значит строить тогда школы которых будет свои школы в которых будет вот такая вот подготовка слава команда амриты уже с тобой мы в деле большая вероятность что сейчас нас смотрят ребята которые хотят открыть свое дело пойти в свой бизнес но в силу многих факторов которые нас окружают в реальной жизни и боятся переживает не решается если у тебя какие-то подсказки для них смогли бы ты знаешь выступить в роли того самого наставника который уже добился успеха и чтобы ты сказал таким ребятам в первую очередь я могу сказать от себя я очень часто слышала что не получится у тебя у тебя ничего не получится и к сожалению так получилось что в спорте нигде меня не поддерживал никто я только сам пошел это характер еще наверно со школы но первое чтобы я сказал ребятам всегда верьте в себя даже если вам скажут что это нереально меняйте окружение найдите то окружение которое поверит вас поверит ваши силы если кто-то будет токсично говорит что нет это не так это нет ребята уходите от этих людей вам с ними не по пути найдите в первую очередь ваше окружение поймите где вы хотите быть и общайтесь с теми людьми которые уже там понимаете они вас вытащат отбросьте на хрен всех негативщиков даже если это самые близкие вам люди я не говорю вам просто там но прекратить общаться но у меня просто так было я сейчас на мне нечем поговорить поэтому сейчас мы общаемся привет как дела все хорошо там какие-то там мелкие вопросы но бизнесе работе о будущем я общаюсь только с теми людьми которые могут меня поддержать которые могут меня услышать и самый важный такой в этом момент учитесь только у тех людей которые достигли не слушайте васю который слушал где-то там о чем-то там и он слышал что это наверное там не работает или это работает вот так нет ребята теоретиков за борт идите к тому человеку который этого добился неважно вы хотите построить бизнес семью либо еще что-то я очень часто говорю девушкам парням всем ребята если вы хотите что-то построить пойдите к тому кто кто это уже построил если вы хотите идеальных отношений в семье возьмите какой-то эталон посмотрите вот ну подходят под вашу ну как бы хотите так как они идите учитесь у них просто построил кто-то бизнес хотите такое же идите учитесь у него он уже все эти шишки набил люди эти шишки набили и убирайте свое его учитесь у таких людей и идите только вперед не останавливайте скажу неважно сколько вы будете идти к цели главное не останавливаться и не слушать негативщиков этот мир создали мечтатели мечтайте достигайте стройте у вас все получится я вас верю а с вами был слава казанцев успешный бизнесмен замечательный человек и скульптор вашего тела и я алена федорова главный редактор журнала амрита если вам интересны наши выпуски пожалуйста подписывайтесь на наш канал ставьте лайки колокольчики пишите комментарии и мы на каждый комментарий обязательно ответим амрита амрита твой источник вдохновения